Вы слушаете радио Болткома Действительно, только, что называется, открыть ящик Пандоры И всем еще раз здравствуйте, доброе утро Начинается программа «Климат-контроль» И с нами на прямой связи ученый, журналист, пишущий о науке, морской геолог Константин Ранкс Доброе утро, Константин Доброе Напоминаю, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 Номер ватсапа, куда можно писать 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1 И, конечно, то, что происходит сейчас, мы видим рост какой-то совершенно сумасшедшей цен на энергоносителей И все предрекают какую-то очень тяжелую зиму уже Политики говорят о том, что давайте молиться о том, чтобы не была зима Зима экстремально холодной, потому что иначе не все смогут, далеко не все справятся с счетами Причем это не только в Латвии, в принципе, во всей Европе люди шокированы тем, что происходит И происходит перебой и с горючим, и с поставками горючего Буквально говорят, что в Великобритании чуть ли не военные обеспечивают поставки горючего на заправочные станции В общем, чувствуется, что у людей начинается такая легкая паника И никто не понимает, чем это вызвано и почему вот жили-жили, все было нормально И вдруг какой-то вот сбой системы Ну, надо сказать, что, так скажем, старшее поколение Оно более-менее в этом смысле психологически устойчивее Я имею в виду те, которые 60 и старше Потому что на их памяти были периоды, когда все периодически исчезало Непонятно, почему вот вчера было, сегодня не было И надо сказать, что если уж, как говорится, нет запасов, то хотя бы есть понимание, что такова жизнь Но если даже, в общем-то, этих людей шокируют такие резкие изменения в ценах Не будем говорить про всю Европу Расскажем, например, про цены, которые вот у нас в стране Я посмотрел, сравнил два счета, которые получило домохозяйство за июнь и за сентябрь Вот реальные, да И вот что интересно, при сокращении потребления электричества именно в сентябре По сравнению с июнем, да Стоимость счета увеличилась с 17 до 27 евро Вот все-таки, извините, это приличное воздорожание Но если посмотреть на раскладку счета, то видно, что доставка электрического компонента не изменилась А вот стоимость киловатт-часа изменилась весьма значительно С 4,9 цента за киловатт-час до 12,3 цента за киловатт-час То есть что мы имеем? Мы имеем в виду, мы имеем в реальное подорожание электричества И можно, как говорится, обратиться к слушателям А обратили ли они внимание на свои счета за электричество И выросли ли они у них за последнее время Надо сказать, что в принципе мы все видим, что растут не только счета за электричество Но и растет стоимость бензина И это уже по всей Европе И надо сказать, что если буквально летом Да, это уже в августе Например, в той же самой Финляндии Шутка про то, что ждем повышения цены на бензин до 2 евро за литр Она воспринималась как такая шутка То сейчас это уже так и не воспринимается Потому что цены очень здорово приближаются к этой величине И вот тут как раз и возникает вопрос Собственно говоря, с чего все так происходит Потому что ладно, можно сказать, что там Россия могла бы больше дать нам газа Ну дала бы она больше газа метана А что у нас, бензин от этого Мы что, бензин из газа делаем? Нет совершенно, да? Ведь поставщиков нефти, как говорится, меньше не стало Вопрос другого рода Значит, у нас были какие-то, что называется, накладки Которые не дают нам Например, Британия В Британии говорят, что проблема с бензином связана не с бензином, как таковым И не с нефтеперегонными заводами А проблема с тем, что у них водителей нет, грузовиков Причем самое интересное, что многие люди говорят Да как же, сколько желающих Желающих-то много, но после Брексита условия работы этих людей изменились Очень многие работали, прямо скажем, не вполне легально Ну, работая в той же самой Британии Сейчас эта ситуация рухнула Новая не выстроилась Поэтому некому возить Причем об этом говорят они сами на своих телеканалах О том, что некому возить бензин к бензозаправкам Ну, нет, вот поэтому, кстати, военных водителей мобилизовали Возить бензин больше двухсот человек Я видел такую цифру Ну, ладно, это Британия Она вообще на острове А если посмотреть в Европейском Союзе То можно отметить, что, конечно, ситуация в разных европейских странах Тоже выглядит немножко по-разному Например, французы объявили о том, что они поставят лимит Предельную цену потребительской отпускной цену на газ, на природный Ну, значит, понятное дело, почему так может поступить Франция Ведь, посмотрите, у Франции больше половины, значительно больше, чем половина Все электроэнергии вырабатывают атомные станции Какое достоинство атомной станции? Вот так вот, если посмотреть Атомная станция, она имеет высочайший, самый высокий коэффициент использованной мощности Это очень важное понятие О котором очень часто наши коллеги-журналисты Описывая всевозможные электро, так скажем, производящие системы Забывают А он, на самом деле, в принципе, простой Вот представьте себе, что у вас стоит генератор Который может давать по паспорту 1 кВт в час Ну, мощность его 1 кВт Сливательно за час он вам создаст 1 кВт в час Это, на самом деле, там есть мелкие нюансы Но дело не в этом 1 кВт в час Вот у вас, что называется, если этот генератор может работать постоянно Вот и выдавать 1 кВт Ну, тогда у вас почти что там 99% Там есть колебания мелкие Но вот у вас такой высокий будет коэффициент установленной мощности Сколько вы установили мощность, столько вы получили А теперь смотрите, что у вас генератор, например, будет питаться от солнечной батареи Ну, в смысле, от солнечной батареи там не нужен генератор, по сути дела Но вы возьмите от ветряка Нету ветра И ваш генератор стоит Время идет, а электричество не проступает Либо ветер очень слабый И ваш генератор дает не вот этот кВт, а, например, 200 Вт И тогда за отчетный период, допустим, за сутки получится Что вот эта вот мощность, которая от вашего генератора исходила Она в среднем не кВт, не 900 Вт, а, например, 250 Вт То есть коэффициент установленной мощности от 25% И вот что очень важно Что как раз возобновляемые источники энергии Они имеют низкий коэффициент установленной мощности Ну, например, солнечные батареи, потому что солнце закатывается И все, батарея не работает А сразу тут даже хоть посчитать можно Когда она будет ток давать, когда не будет Ветрегенератор зависит от ветра Причем, заметьте, если ветер слабый То лопасти вращаются медленно Не хватает, скажем, не выполняет он свою функцию Если ветер же, наоборот, крайне сильный То тоже плохо Лопасти приходится флюгировать Чтобы поток ветра не сорвал бы этот ветрегенератор Не разрушил бы его Поэтому получается, что если ветер Либо штиль, либо шторм Ветрегенератор нужного количества электричества не дает Или вообще ничего не дает Что сейчас, кстати, осенью происходит И в Европе Либо шторма, либо полный штиль Ветрегенераторы стоят или едва-едва шевелятся Сливательной энергии в сеть они не дают А вот атомная станция Она как ее поставили Так у нее в течение Она месяцами работает И дает стабильный ток в сеть Вот это очень удобно И, кстати, сейчас, заметьте, что за минувшее время За минувшее начало октября Уже было выступление представителей десяти стран Евросоюза Которые сказали о том, что нужно развивать атомную энергетику Атомная энергетика сейчас не та, которая была в эпоху Когда строили Фукусиму в Японии Это 60 лет назад Или когда эксплуатировали Чернобыль Прошу прощения, уже 35 лет прошло Изменилась атомная энергетика Стало многое, что понятнее Как защищать систему от дурака Будем так говорить Какие нужно делать системы защиты Как располагать все даже относительно друг друга Какие элементы электростанции Сейчас прекрасная новая идея Электростанции атомной Так называемого блокового типа То есть, которые можно установить практически везде, где есть проточная вода И которые работают вне необходимости постоянного обслуживания самого реакторной зоны Это как бы единая такая цистерна капсул Там с одной стороны электричество выходит С другой стороны вода охлаждающая Поэтому, да, у нас есть телефонный звонок Сейчас, вот пока я тянулся Вот сейчас он возобновился Здравствуйте Да, пожалуйста День добрый Продолжение выступления данного вашего гостя Его продолжение мысли Если работают газовые скважины То они дают постоянный объем газа Газ это не нефть То есть газ нельзя разложить по карманам И потом его продавать Ну, с каким-то С какой-то отсрочкой Поэтому В связи со зданием Северного потока-2 И его отсрочкой Его не запуском Почему вы не говорите Что это вся проблема Газовая, как в частности Это вопрос России Это вопрос этого Ну, я скажу Террористического государства Которое просто не дает Она сжигает газ Почему сжигает? Если нету на рынке газа Значит он сжигается Его нельзя хранить Не могут хранить Ну, в местах добычи Где газ? Сжигает просто газ Хорошо, сейчас мы вот узнаем Можно ли хранить газ? Как раз вы знаете Самое интересное Что газ хранить можно И вообще все варианты Так называемой Спотового продажи газа На бирже И появились Именно благодаря тому Что есть возможность Хранить газ Для этого существуют Подземные газовые хранилища Подземные газовые хранилища Люди не строят Подземные газовые Люди строят наверху Инфраструктуру А подземные газовые хранилища Создала сама природа То есть Их ищут Это особые Геологические структуры Которые В принципе Можно уподобить Такой Бутылке С водой Которую можно Накачать газом И газ в ней В воде Растворится Ну, как бутылки Из-под лимонада А затем Если снять давление Как говорится Открыть пробку То этот газ Из этой бутылки Выйдет Обратно Так вот Такие газовые Месторождения Например Вот у нас В Латвии Это Инчуканское Газовое Месторождение Вот Инчуканское Газовое хранилище Там Замечательная Геологическая Структура И система Выглядит Следующим Образом Дело все в том Что из Сибири Брать газ Ведь его же сначала Нужен этот газ Который выходит Из трубы Его же нужно Осушить Это очень важно Нормировать По содержанию Метана В самом Газовом потоке Это очень важный Момент Который в свое время Задерживал Использование Сланцевого газа Потому что там На каждом Вообще На каждом Месторождении Газ может быть Разный Есть газ Который вообще Нельзя использовать Пока не обработали Это например Газ с большим Количеством Сероводорода Который разъедает Все трубы Извините меня Насчет раз Вот это очень Важный момент Так вот Когда газ Подготовили Отправили В очень сильные Морозы В присутствиях Влаги Он имеет Такую склонность Образовывать Газгидраты Вот Это очень Неприятно Поэтому Самый лучший Вариант Качать газ Из Сибири Летом Летом Этот газ Который вообще Мало нужен В Европе И в европейской части России К примеру Закачивается В тот же самый Инчуканское Месторождение Инчуканское Газовое хранилище Там этот газ В подземных Вот этих Водах Растворяется До определенного Уровня Потом Наступает Зима И вот После этого Из этого Газового хранилища Этот газ Выходит И теперь Его можно Использовать Для локальных Потребностей То же самое В Британии Вообще Откуда Появилась Идея Торговли Спотом Дело все В том Что люди Покупали Газ Который Добывался В Северном Море И он Закачивался Покупали Летом Когда Летом Цена на газ Была меньше И закачивали Его в газовые Хранилища Уже На самой территории Британии Там тоже есть Такие структуры И после того Как они его Закачали Там считалось Сколько там Сотен тысяч Кубометров Может миллионы Ты закачал За то Что ты держишь Газ у себя В хранилище Ты взимаешь Плату Поэтому кстати Хранить Российский газ В нашем Хранилище В Инчукалсе Для Латвии Очень выгодно Потому что Потом этот газ Той же России Может потребоваться Зимой И тогда Россия Получит назад Свой газ Но за хранение Газа Она заплатит И это для нас Латвийцев Хороший профит Вот Который снижает Стоимость газа Для нас Поэтому хранилище Само по себе Хорошее Но вот в чем дело Если вы положили Закачали газ В хранилище И намерены Зимой Его продать Условно Свой миллион Кубометров И получить деньги То для вас Очень важно Чтобы цена На газ Чтобы потребность В газе Была высокая Потому что Действительно Если Зима Будет теплая Потребности В газа Будет мало А платить Вам за закачанный Газ Нужно же Постоянно И в какой-то Момент Времени Вы будете Готовы Отдать газ Даже Ниже По цены По которой Вы ее Купили Этот газ Лишь бы Не платить Больше За его Хранение Но Если вам Повезло И зима Морозная То получится Что вы Купили газ По какой-то Стандартной Фиксированной Цене Закачали его В хранилище Заплатили Там за Несколько Месяцев Хранения Этого газа А потом Когда Газ Все стали Мерзнуть И Как говорится Потребность В газе Возросла А месторождение Больше того Что может Дать Оно не может Вот в чем Дело Что делать Вот есть труба Определенного Сечения Давления Есть определенная Пропускная способность Больше Эта труба Дать не может Хоть убейся И вот тут Получается Что ваш Закачанный Под землю Газ Он то как раз И является Огромной ценностью И вы его Выгодно Продаете на рынке Но уже не по той Цене Летней А по своей Цене За которую Естественно У вас его Готовы купить И вот поэтому Рынок Спотовый Рынок Газа Он такой Волютильный Дело ведь Не в том Что Взять и купить Еще можно Докупить Газа Докупить То может быть Вы и хотели Но дело все в том Что для этого Нужно физически Этот газ иметь Это не игра На бирже Акциями Это игра Совершенно Конкретным Продуктом И вот этого Продукта Сколько есть Только есть Вот в чем дело Получается Что для того Что для того Чтобы сейчас Сбить цены Да Должно быть Больше Условно говоря Предложение Этого газа Что называется Но дело опять таки Все в том Что продавец газа Это не благотворительная Организация Ни Катар Ни Газпром Ни Ни американские Компании Они Прошу прощения Газом торгуют Ради того Чтобы Получить Прибыль И поэтому Ситуация Каждый раз Смотрится по-своему Но дело все в том Что не было бы Такой ситуации Если бы У газа Не было бы Второй составляющей На которую К сожалению В Европе Или вообще В медиах Тоже мало Обращают внимания Дело все в том Что природный газ Это одно из важнейших Сырьевых Ресурсов Для производства Различных Пластиков И других Веществ Это сырье Которое Например Используется Для производства Удобрений И дело все в том Что вы можете Остановить Так скажем Отопление Пусть народ Померзнет Ничего Как говорится Если будет Вместо плюс 22 Плюс 15 Перетопчетесь Оделись поплотнее Их все хорошо Но Самое интересное Другое А вот Производить Удобрение Нужно Потому что Наше сельское Хозяйство Очень зависит От удобрений Это хорошо Это хорошо Когда рассказывают Что где-то У нас есть Зеленый Магазинчик Вот Когда вот Все выращивают Экологически Это хорошо Пока это Эксклюзивно И мало А для массового Потока Чтобы в магазинах Булки Лежали Их можно было Сухие Выкидывать Вот Для этого Нужно Чтобы было Много Удобрений Если Газ Дорожает То Дорожает Производство Удобрений Дороже Удобрения И уже К следующему Сезону Дорожают Продукты Питания Которые Получаются Тут Все Взаимосвязано Это Очень сложная Цепочка Так вот В этой цепочке Получается Одна Интересная Вещь Если У вас Есть Постоянное Электричество Например Как у тех Жи Французов Да То вы Можете Уменьшить Долю Газа Который Используется Для Отопления Вот Элементарно Для получения Электричества Для Отопления И Этот Газ Уйдет Целиком На химический Рынок А вот Если У вас Нету Других Альтернативных Источников А ветер Перестал Дуть И вообще Небо Затянуло Облаками То тогда У вас Газ Становится Одним Из важнейших Источников Получения Электричества Которое Все равно Нам нужно Тем более Что Знаете Забавно Переход На Современные Технологии Согласно Проектам Еврокомиссии И всего Прочего Это же Как бы Цифровизация Нашей Жизни Тут еще Ковид Помог И в результате Что Нам нужно Все больше И больше Электричества Дата-центры Вот есть Очень интересный Момент Вот я знаю В Финляндии Построил По-моему Яндекс Российский Построил Свой Дата-центр Недалеко Такого Небольшого Финского Городка Так вот Для охлаждения Компьютеров Этого Дата-центра Требуется Столько Воды Что И столько Тепла Выделяется Что теперь Этот городок Сам не Топится Зачем Потому что С теплоцентрали От этого Дата-центра Идет горячая Вода Афины Они горячие Сторонники Именно Центрального Отопления Так вот Они прекрасно Живут И греются От этого Дата-центра Мы вот Сейчас с вами Общаемся через интернет Но это же Тепловые потери Огромные В принципе Нужно Чем больше Будет Майнинга Криптовалют Чем больше Будет интернета Чем больше Пятая генерация Нам потребуется Все больше Электроэнергии И причем Электроэнергии Стабильной Попробуйте Включить Свой Компьютер Через Реостат И начать Двигать Туда-сюда Типа Мы повысим Напряжение Помысим Понизим Его У вас Очень быстро Все накроется Поэтому я что хочу сказать Что проблема Заключается Не просто в том Чтобы была Электроэнергия А в том Чтобы она была Стабильного Свойства А это Стабильное Свойство Требует Подачи А у нас В интернете Есть Можно Можно Конечно В ютюбе Вы найдете Очень много Записей И на сайте Конечно На нашем МБА Появится Запись Этой программы Спасибо большое Извините Константин Что нас Немножко Отвлекли Справочная Служба Интересная А спрашивают Все таки Про Инчукаунское Подземное Хранилище Тут пишут Что Якобы Слышали Что создаются Такого рода Хранилища Подрывами Малого Ядерного Заряда На глубине А вообще Как создавалось Инчукаунское Подземное Хранилище Спрашивают Вы знаете Легенда Про то Что И попытки Во первых Надо сказать Так Попытки Использовать Ядерное Оружие Для Коммерческих Ну Для Целей Было Очень много В 60-е Годы Особенно Потому что В общем-то Бомбы Есть Войны Нет И что Делать С ними А простаивает Дорогостоящая Штука Атомная Бомба Очень дорого Стоит Поэтому И были Идеи Канавы Копать Канавы Прокладывать С помощью Ядерных Бомб Делать Взрывы На вселенных Куполах Создавать Там Емкости Но дело Все в том Что Не нужно Оказалось Городить Огород Посмотрите Что такое Газовое Хранилище Газохранилище Это Месторождение Газа В котором Ну Нету Газа Вот так Можно сказать Да Вот Например Есть очень Много Газохранилищ Подземных Которые Были Когда-то Месторождениями Газа Вот Они Были Вот Например В той Тоже Самой Украинцы Располагают Большими Газовыми Хранилищами Которые Были Месторождениями Газа Кстати Хочу заметить Что старшее поколение Помнит Что в Риге Когда в 60-е годы Появился Газ Да Природный Газ То его Называли Дашавский Вот было Такое Старшее поколение Но это Помнит Его так и Называли Дашавский Дашавский Газ Это был Синоним Природного Газа Потом Этот газ Пошел Из Сибири Но все Равно Для очень Многих Людей Которым 65 И старше Для этих Людей Это Газ Дашавский Вот Когда Месторождения В Дашаве Опустили Или Стали Нерентабельны Туда Их И пристали Использовать Обратно Для чего Вот как Бутылку С водой Я повторяю Это Представьте себе Что с одной Стороны У нас Слой Геологический Это Глина Плотная 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 Глина Через нее Ничего Не пропускается Потом Идет Слой Песка Заполненного Водой Крупного Песка Потом Опять Много Слоев Глины И что Получается Получается Что вот Этот Обводненный Песок Заполнен Он Является Вот этим Хранилищем Газа Мы С вами Бурим Скважину Доходим До этого Слоя Песка И Начинаем Через Эту Скважину Накачивать Газ Газу Деваться Негде Он Растворяется В этой Воде Как Вот Газ Растворяется Углекислый Газ В бутылке С лимонадом Он Растворяется Растворяется До определенного Предела Тут вот Почему Не везде Можно Сделать Такую Технологию Потому что Очень важно Чтобы он Не начал Утекать Куда-то В сторону Поэтому Структура Должна Напоминать Под землей Такой Купол Потом Очень важно Чтобы Например Если песок Мелкий Пылеватый То там Очень плохо Происходит Вот эта Диффузия Газа Немного Накачаешь То есть Условно говоря Должны быть Определенные Геологические Условия Эти геологические Условия Исследуются С помощью Специальных Методов Геофизики Бурения Я просто Как геолог Это Это была Одна из тех Вещей Которые мы Изучали Что называется На начальных Курсах Структурная Геология И дальше Как раз И объяснялось Что вот У вас может Не быть газа Но у вас Может быть Замечательная Геологическая Структура И поэтому Подведя туда Газопровод Вы можете Стать Хорошим Хранилищем Так что Вот замечательно Что у нас Хочу сказать Более того Ведь в советское Время Были планы И по-моему Они потом Тоже Периодически Возникают Сделать еще Несколько Хранилищ На территории Латвии Это было бы Очень хорошо И полезно Поэтому Как говорится Газ Это вещь Такая Специфическая О чем Я хотел Сказать О том Хотел Сказать Что Вот например Одна из проблем В Европе Это проблем Связанная С Германией Которая После истории В Фукусиме Она отказалась От атомной Энергетики Потом Она стала Отказываться От угля И возникла Ситуация Что откуда Ж энергию Брать Они понастроили Множество Ветряков И солнечных Станций И вот Что беда Огромнейшая Беда В понимании Заключается В том Что когда Говорят Что станция Условно говоря Солнечная В пиковую Мощность Может давать 1 мегаватт Люди Почему-то Думают Что этот Мегаватт Она будет Давать Чуть ли не Круглые Сутки Она не Будет Давать Она Этот Мегаватт Даже Будет Давать Два Часа В сутки Когда Солнце Стоит В зените В да Три Три Мощных Электростанции И они Даже Складывают Пиковую Мощность Этих Электростанций И так Здорово Получается А дело Все в том Что электростанция ГЭС Может давать Электричество Только тогда Когда есть Вода В водохранилище Как только Вода В водохранилище Заканчивается А это Кстати Происходит Достаточно Быстро То Все Мощность Электростанции Гидроэлектростанции Стремительно Падает К нулю Река Должна Нести Большое Количество Воды Но Если В этом Сезоне Этим Летом И весной Вспомните Не было Сильных Продолжительных Дождей Дожди Были Редкие Иногда Сильные Но Очень Кратковременные И В бассейне Река Западная Двина Это В России Белоруссии И у нас Воды Стекло Мало По этой Причине Как говорится Нету Нужного 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 nee И Такое же Происходит И в Финляндии Происходит Та же Проблема В Скандинавии Та же Проблема Нету Нужного Количества Дождей Нету Нужного Количества Воды Слабая Работа Гидроэлектростанции Нету Ветра Слабая Работа Ветроэлектростанции Облачная Погода Солнечная станции дают мало электроэнергии, мы слишком легко и весело бросились все менять и говорить, что вот мы сейчас откажемся от угля, от всего прочего, сейчас уже спротились, давайте опять угольком цены на уголь растут в Европе, заметьте. То есть вопрос-то, конечно, в том, что с одной стороны нужно как-то бороться с глобальным потеплением и уменьшать выбросы углекислого газа в атмосферу, и не только углекислого газа, от угольных станций много чего в небо ему летает, той же кропоти, и, кстати, иногда угольная станция более радиоактивна, чем атомная. Но дело-то другом совершенно, о том, что необходимо всегда предполагать о том, что будет худший вариант, худший из худших, минимум-миниморум. И вот в данном случае такое впечатление, что европейская система, она на это не была рассчитана, она не была рассчитана на сочетание целого ряда факторов. А это и означает, что нам теперь остается, как сказал господин Калнетис, молиться, чтобы зима была теплая. Потому что если она будет холодная, то, конечно, у нас есть закачанное на 80% инчуканское газохранилище, да, но все равно в февралью месяцу этот ресурс будет израсходован, в том числе считая тот газ, который можно по прямой получить из России. А затем, что очень важно, наступит проблема, очень большая проблема. И опять-таки сейчас, ну, может быть, будет больше воды, будут больше электростанций нашей работать. Но надеяться на то, что цены кардинально снизятся, в том числе на электричество, на газ, не приходится. Вот уже какая проблема. Продолжаем принимать звонки. Здравствуйте. Доброе утро. Не поможет ли понять такой парадокс? Вот вся русофобия кричит, что Путин, значит, оружие, вот там барышня с ногами интервью смотрели, не додает газ Европу, и вот звонившие там, что сжигают его с одной стороны, а с другой стороны ни в коем случае не запускать «Северный поток-2». То есть, как понять? Значит, не додают, но, значит, газопровод не откроем. Для меня это вообще непонятно. Спасибо. Понятно, спасибо, да. Но я повторюсь, «Газпром» не является для Европы благотворительной организацией. «Газпром» — это корпорация, которая зарабатывает деньги. Ее собственность российское государство, но она все равно, она зарабатывает деньги. И она исходит из того, как ей заработать денег больше. Дело другого рода, что тот же «Газпром» говорит о том, что он не заинтересован в очень высоких ценах, потому что тогда, ясное дело, потребители будут обращать свое внимание не на дорогой газ, а, например, на более дешевый уголь, мазут или, например, на какие-то другие источники. Мне кажется, что важно то, что у нас возобладает идеология над экономикой. Что уже, кстати, старше, опять я уже обращаюсь к своему поколению, потому что мы это уже переживали в своей жизни. Когда идеология стоит впереди экономики. У нас идеология, что нужно резко переходить на возобновляемые источники энергии. Но возобновляемые источники энергии в современном исполнении, которые зависят от того же самого климата, эти источники не дают стабильного потока электричества. И опять-таки, глобальное потепление – это же вариант глобального изменения климата, который предполагает, что вместе с средним потеплением, вот как борется за полградуса, за полтора градуса, но оно допускает и резкие периоды похолодания. Я про что говорил и говорю и писал о том, что для человека, у которого стоит впереди перспектива не дожить до весны, ему абсолютно не волнуют все разговоры про глобальное потепление и то, что будет после 2050 года. Ему до весны прожить. Посмотрите, что сейчас будет происходить. Люди уже, вот, например, в доме, где я живу, было принято решение экономить тепло, и поэтому у нас в квартире 18 градусов. Хотя, в общем-то, это некомфортно, и люди жалуются и говорят, что приходится в квартире сидеть в фуфайках. И я думаю, что и в Риге, и по всей Риге, и вообще по Европе полным-полно таких вот домов, где люди экономят тепло, экономят электроэнергию. Что это еще означает? Это означает, что, в принципе, люди будут больше болеть. Мы греемся не только для того, чтобы нам было приятно, мы греемся и для того, чтобы не заболеть. Вот. И одетые эти люди будут болеть. Естественно, это нагрузка на здравоохранение. Если так смотреть, то ведь вся эта структура, почему такая температура нормировалась в домах, и не только в бывшем Советском Союзе, но и в Европе, и в США, везде есть какие-то свои нормы. В общем, потому что, если это не делать, то будет хуже. Мы практически весь 20-й век улучшали свое благосостояние именно потому, что увеличивали энергопотребление. Энергоэлектричество, дополнительное электричество позволяет нам жить лучше, комфортнее и здоровее. Отсутствие энергии, тепловой энергии для наших домов, электричества. Не будет, будет дорогое электричество. Представим себе, что, допустим, кто будет особо пользоваться электрическими приборами. Та же самая ситуация с электромобилями. Ну, будет она с электромобилями, а электричество будет дорогое, дороже, чем бензин. И вот тогда-то те люди, которые сейчас в восторге хлопали, ой, какой новый электромобиль, какие они там молодцы, что придумали, да, есть такие, вот, они будут сидеть и первыми начнут скулить, как побитые щенки, по поводу того, что, собственно говоря, почему так все дорого. Поэтому нужно сказать, что мы должны понимать, что будет дорого. Мы сами к этому движемся благополучно. Но ведь еще 150 лет назад практически ведь дома отапливались просто печным отоплением. Люди каким-то образом согревались, но обходясь без центрального отопления. И выживали, то есть выживали на протяжении, условно говоря, 50 тысяч лет истории. Ну, во-первых, еще когда вот я родился 61 год назад, население планеты было 3 миллиона человек. Через год должно быть 3 миллиарда человек. Через год должно быть 8 миллиардов. Это практически трехкратный рост за каких-то несчастных 60 лет. Это такого в истории не было. Второе. Как много людей стало жить. Раньше человек рождался, верил в Бога и понимал, что Бог дал, Бог взял. И что вполне возможно, либо он сам, либо его дети, либо близкие в любой момент могут отправиться, отдать Богу душу. Это было понятно. Сейчас же мы решили, что мы творцы сами своей жизни, своей судьбы, то, сё, пятое-десятое. И сейчас для нас взять и простыть дома, заболеть, это невозможно. Мы к этому относимся совсем по-другому. Я не говорю, что это плохо. Это просто у нас изменилось где-то за два поколения отношение к жизни, к смерти и к тому, в каких условиях надо жить. Господи, ещё помню, 3-4 десятилетия назад в Риге я был в гостях рядом с центром города, где в домах стояли сухие туалеты в многоэтажках. Сейчас это кажется, боже ж ты мой, какая дикость. Потому что там уже сейчас поставили канализацию, все и нынешние жильцы понятия не имеют, что было 40 лет тому назад в этих домах, которые построили в начале 20-го века. Но дело всё в том, что может сложиться ситуация, что не будет электроэнергии для насосов. Вот к этому как бы мы готовы, но, скорее всего, до такого мы не дойдём. Но дело всё в том, что нужно действительно думать о том, сколько будет стоить эта энергия. Мы, в общем-то, привыкли жить на халяву, потому что халявой было дешёвые энергонересурсы. И очень эффективные. Нефть, газ, уголь – это очень эффективные ресурсы. Природа создавала их в течение миллионов лет. Мы жгём их, что называется, направо-налево. Это плохо. Но то, что всю экономику перевернуть за десятилетия меньше, как вот в планах Еврокомиссии, и разрушить. Вот вчера новости по Евроньюз было о том, что один из европейских концернов намерен перейти полностью для Европы на электромобили, а поэтому будет где-то 30 тысяч рабочих мест сокращено. Куда вы денете этих людей? То есть я хочу сказать, что тут ещё впереди и социальные конфликты нас могут ожидать. Так что, глядя на свои счета, которые приходят, посмотрите, пожалуйста, на раскладку, что дорожает, что дешевеет. И очень уверяю о том, что заклеить окна, чтобы там через них не дуло, подобрать себе хорошую одежду, спать лучше, например, на шерстяном пледе, это проверенная вещь. Вот уже лучше тогда действительно нужно дуать. Да, и обязательно одевать ночной колпак. И шерстяные носки. Вот мне приходилось оказываться зимой в Германии, в маленьких городках. И в одном из городков я поселился в Гастхаусе, где шикарная такая Гретхен принесла мне спальный набор. Шерстяной, чудесной шерстяной, тонкой шерсти ночной колпак, шерстяные носки и длиннющую аж до самых пят ночную рубаху. Потому что в этом доме ночью не топили вообще. Именно из экономии. Так что я всем хочу в завершение пожелать быть здоровыми, следить за расходом энергоресурсов, убрать все те источники электроэнергии, которые не несут особой необходимости и надеяться, как нам посоветовал господин Калмельтис, что следующая зима, предыдущая зима, будет относительно теплой. Константин Ранкс и программа «Климат-контроль». Спасибо большое. До следующей пятницы. До свидания.